Добрый день, добрый вечер. Спасибо, друзья мои. Давайте все похлопаем, давайте все вместе. Все-таки я здесь уже. Очень приятно, знаете, редкие минуты, столько зрителей. Спасибо большое, что пришли сегодня. Мы с вами сегодня поговорим об любопытных моментах, мы поговорим об искусстве и о том, какой отпечаток в это искусство внес Александр Сергеевич. Хотя он, да, у нас писал давным-давно, 220 лет назад у нас родился Александр Сергеевич. Но сегодня мы попробуем поговорить о том, насколько он актуален в 21 веке, насколько мы должны с вами снова почувствовать, что нам хотел сказать Александр Сергеевич в своих произведениях. И попробуем с вами выйти на ключевое понятие нашей сегодняшней лекции, второй смысловой ряд Пушкина. Об этом много в последнее время рассуждается, много и говорят об этом, но вот для себя до конца понять, какая глубина в произведениях Пушкина, почему он до сих пор остается актуальным для нас, почему это не только божественная лирика, но еще и вот эта непознаваемая глубина, какие там зароложены основные смыслы, какие там явления заложены. Вот эта задача у нас сегодня с вами выяснить. Начну я с того, что вообще мы с вами определимся, в каком мире мы живем. Для того, чтобы перейти к Пушкину, нужно понять некоторые, ответить на базовые вопросы. Первый вопрос — это что за время, да, что это за время, которое нас сейчас с вами окружает. И если у нас Пушкин родился 220 лет назад, то про него было сказано Гоголем, что этот русский человек в своем развитии опережает свое время на 200 лет вперед. То есть, по идее, вот сейчас, через 200 лет, мы с вами должны все подойти к некоторому пушкинскому пониманию мироустройства. И для нас с вами должны быть его произведения легки, понятны, мы должны их читать и тут же бессознательно понимать, что хотел нам автор сказать. Но, к сожалению, в нашей жизни 200 лет прошло, эпохи поменялись. Мы с вами проделали путь от традиционного общества, которое было при Пушкине, от премодерна. Мы с вами окунулись в модерн, мы оказались в постмодерне. И вот сейчас мы оказываемся в некотором новом времени, которое называется на языке ученых метамодерн. Два слова об этом тоже нужно сказать. Это время, так описывают современные философы, вот наше прекрасное время, в котором мы с вами слушаем лекцию, что это время метамодерна, то есть снова становится актуальным знанием в островках истины. То есть снова красота становится тем самым притягательным магнитом, который тянет к себе художника. Если эпоха постмодерна это была эпоха иронии, когда в основная эмоция была эта шутка, то эпоха метамодерна, в которой мы сейчас с вами живем, это эпоха снова возврата к красоте. И в этом отношении Пушкин, как никто другой, олицетворяет эту эпоху, что он снова становится актуален не по причине того, что Пушкин это наше все или не все, а по причине того, что в Пушкине красота отображается очень, ну, в максимальном своем величии. Вы знаете, у Пушкина есть такое выражение, он нам говорит о том, что школа жизни это несчастье. Вот те несчастья, которые каждый из нас получает в этой жизни, они нас учат преодолевать их, становиться лучше. Но университет жизни, говорит господин Пушкин, это счастье. То есть тот человек, который испытал хотя бы отголосок счастья в своей душе, то это и есть для вас лучшее образование. Нам часто говорят, трудности закаляют характер. Господин Пушкин нам говорит, счастье закаляет ваш характер. Поэтому это поэт счастья, это поэт возвышенного, это поэт, у которого все идеи устремлены вверх. Это поэт с вертикальной связью с надмирной реальностью. Исходя из этого, вот о нем и интересно показать его контекст современности. Потому что очень мало поэтов или художников сейчас говорят о некотором счастливом состоянии. В основном художник говорит о проблемах, либо о боли, которую он испытывает. Значит, мир, в котором мы живем, это мир метамодерна. Об этом еще мало, да, кто нам рассказывает. Но вот я вам рассказываю сегодня в Царицыно. Это мир, где художник пытается нащупать возврат к абсолютной красоте. Снова он это делает. Второй аспект, который бы мне тоже хотелось сказать, обозначив в нашем поле наших терминов, мы поговорим с вами об искусстве. Вот часто говорят искусство, искусство в Царицыно, искусство во всем мире. Что такое искусство, возникает вопрос. Тоже важный термин для того, чтобы нам перейти к Пушкину. Мне очень нравится определение искусства. Искусство – это дверь в запредельное. Искусство – это ни в коем случае не набор частных историй. Это всегда дверь в запределье. Возникает вопрос, а что это за дверь в запределье? Каким образом при помощи нее можно зайти в эти потусторонние некоторые области? Так вот, господин Пушкин, как это видится, он очень четко нащупывал эту связь с запредельем. Очень была сильная у него связь над мирной реальностью, из которой для художника и поступает огромное количество идей. Третий момент, который мы с вами должны уточнить. Откуда художник берет свои идеи, берет образы для своих произведений? Как он их считывает? Так вот, метамодерн нам снова подсказывает, что художник – это не существо, которое очень долго пыжится над своим произведением. Художник является до известной степени проводником надмирной реальности и идей, которые присутствуют в пространстве над нами и вокруг нас. То есть художник – это тот, через кого небеса, через кого надмирная реальность с нами говорит. В этом отношении мы тоже с вами должны указать, кто такой поэтическая натура или что такое поэтическая натура. Поэтому называют того, кто может смотреть на ту же самую картинку, вот вы смотрите, да, нас окружает прекрасный лес, прекрасная царицына, потрясающая атмосфера. Но поэтическая натура, смотря на все это, может видеть божественный отплеск в этой, казалось бы, обыденной картинке. То есть поэтом мы с вами будем называть того, кто не просто умеет рифмовать, да, а кто способен при помощи рифмы или даже без нее достучаться до надмирной реальности. Пушкин все эти критерии прекрасно выдерживает. Вы знаете, что когда Пушкин пишет, он очень часто рисует, почти у него все его произведения, да, с его же рисунками. И у него существовал вот этот образно-смысловой способ творить, когда он сначала мог нарисовать все произведение, и только потом это произведение выливалось само собой. Если мы посмотрим больших гениев, ну давайте возьмем Моцарта, мы знаем, что у него очень многие произведения, которые он пишет, они происходят практически без помарок. То есть это означает, что человек не раздумывает над тем, какая нота должна там прозвучать, а человек транслирует нам те идеи, которые находятся в мире идей. Мир идей, это к нам само высказывание пришло от Платона, да, вспоминаем Сократа, вспоминаем Платона, который говорил о том, что помимо нашего мира, который мы с вами видим, вещественных предметов и явлений, существует мир идей, прообразов всего того, что происходит вокруг нас. Существует дерево, которое видимо, но существует идея этого дерева. Идею дерева очень сложно, да, каким-то образом потрогать руками, но эта идея находится как некоторый источник этого дерева в надмирной реальности. Так вот, я утверждаю, что господин Пушкин, он смотрел не на деревья, он смотрел на идеи этих деревьев, на сами первосмысловые вещи, на то, что являлось основой видимого нашими глазами, материальными глазами мира. Исходя из этого, мы тоже берем такую себе категорию, что поэтическая натура всегда должна стремиться вот к этому вертикальному взаимодействию с высшей реальностью для того, чтобы нас, слушателей, одаривать своими жемчужинами. Следующая важная мысль, говоря господине Пушкине, мы с вами должны почувствовать, беря его первое произведение, давайте уже переходить к нему. Мы берем Руслана Людмила, это произведение, которое такое большое, мифологическое, он пишет с 12 до 22 лет. Это, по сути, его произведение, в которое он закладывает все свои основные архетипы, и которые в будущем уже будут разворачиваться во многих других произведениях. Ну, давайте с вами поднимем руки, наверное, кто Руслана Людмила недавно перечитывал, может быть, кто-то вообще владеет как-то. Неплохо, вот один человек. Моя лекция стала только что актуальней в тысячу раз, да, потому что я-то думал, все здесь пушкинисты собрались, и я сейчас буду вам рассказывать то, что вы прекрасно уже знаете. Руслана Людмила, два слова мы можем вспомнить оттуда. На самом деле, я думал в своих мечтах, что мы вместе почитаем, ну, с тысячным залом, да, но Бог с ним, я могу начать один, поэтому вы, кто помнит, один человек, вы подхватываете меня, да? Ну, примерно, да, подхватываете. Давайте вспомним хотя бы начало оттуда, там, начало совершенно гениальное. Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних, души моей царицы, кстати говоря, царицына, да? Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних, времен минувших небылицы, часы досуков золотых, под шепот старины былинной, рукою верно я писал. Примите вы ж мой труд игривый, ничьих не требуя похвал. Счастлив я уж надежды сладкой, что дева с трепетом любви посмотрит, может быть, украдкой, на песни грешные мои. Это у нас пролог, да, Руслана Людмила, но и дальше вам всем прекрасно известно. В лукоморье дуб зеленый, золотая цепь надумит он, и днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом, идет направо, петь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей, там лес и дол, видений полны. Там о заре прихлынут волны, набрек песчаный, пустой, и тридцать витязей прекрасной чередой. Из вод выходит ясных, а с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в небесах перед народом, через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурые волки верно служат, там ступа с бабою игой идет, придет сама с собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Я там был, и мед я пил, и у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои несказки говорил. Одну я помню сказку, эту победую теперь я сведу. Дела давно минувших дней, предания старины, былины, в толпе могучих сыновей, с друзьями, в гордице высокой, Владимир, солнце, пировал. И дальше мы можем читать, на самом деле Руслану Людмилу можно читать до бесконечности, но мы уже переходим с вами к некоторым основным ключевым вещам этого произведения. Обратим внимание на название. Рус-ла-м-лю-д-мила. Наши старшие товарищи нам подсказывают, что Рус-ланд, Рус-лэнд, русская земля, и Людмилы, который на ней живет, что это произведение описывает не только противостояние нашего прекрасного Руслана против, значит, некоторого бородатого, да, маленького человека, но и существует надмирная реальность, которая в ней проявлена, это, по сути, мифология всего нашего русского края. Русская земля, Рус-лэнд, и мы, люди, которые на ней проживают. Вспоминая Руслану Людмилу, мы тут же с вами обращаемся к тому, что Пушкин, когда пишет, он способен захватить своим силой взгляда почти большинство мифов мира вообще. Обращаясь к Руслану Людмиле, мы не можем с вами не заметить сходство этого произведения с потрясающим восточным произведением, которое называется Рамаяна, и в котором тоже существует Рама-царь, существует Сита, которую похищают, и Рама должен ее, значит, добыть обратно. У Пушкина тоже открывается вот этот мифологически очень глубокий сюжет. Пушкин был каким-то удивительным образом, без интернета, подсоединен к мифологии всего мира. В этом отношении мы тоже с вами должны сказать про важную составляющую мифа. 21 век пытается от мифа избавиться. Он говорит, что миф — это нечто устарелое, это то, что мы слушали раньше, а теперь мы идем вперед. Но миф, как нам доказывают и Пушкин, и многие исследователи, что миф обладает очень удивительной способностью. Миф очищает человека. Почему он очищает? Потому что в мифе присутствуют герои, которые связаны с надмирной реальностью. В мифе есть герои, которые божественно, значит, чувствуют божественный след. Исходя из этого, они действуют определенным образом. Пушкин пишет свое первое большое произведение Руслана Людмила, тут же оставляя нам с вами огромную мифологическую контекст всего русского народа. Потому что если мы увидим там, значит, огни погасли, и ночную лампаду зажигает лель, говорится у него. Если мы с вами вспомним, кто такой лель, то мы видим, что Пушкин обращается к некоторым архетипам Руси до крещения. Он берет наших с вами некоторое языческое прошлое, которое для нас совершенно потеряно. В этом отношении Пушкин является проводником нас с вами к своему же историческому прошлому. Мы с вами вспоминаем Россию уже после Владимира, после крещения. Но что происходило с русской землей до этого? Неужели мы только на этом остановимся и будем считывать только этот объем знаний? Так вот, Пушкин – это проводник настоящую историю России. Именно там у него встречаются те персонажи и та мифология. Если мы берем даже, например, вспоминая его сказки, у Пушкина есть замечательный символ дерева, которое перевернуто ногами вверх. То есть корни у него на небе, а крона на земле. И этот символ, который очень часто встречается во многой мифологии, мифологии мира. Но вот именно Пушкин его привносит. Этот символ нам показывает, что наши корни находятся там. Мы оттуда. А здесь существуют плоды наших действий. Кроны, сладкие плоды, да, некоторые спелые фрукты. Но нельзя, смотря на эти фрукты, которые находятся в листве деревьев, нельзя подумать, что это и есть основа нашего бытия. Корни находятся там. Пушкин это видел, чувствовал и способен был это выразить. Итак, Руслана Людмила – это наш большой миф, который я вот вижу, что читал у нас один человек. Это означает, что мы до конца историю свою, понимание мифологическую свою, основу Руси, мы до конца не чувствуем актуальность этого процесса, что это нужно узнавать. В этом произведении, в двух словах про него скажу, буквально, что Руслан похищает Людмилу, да, у него буквально в первую же брачную ночь, да, она исчезает. Руслан, значит, в растерянности, он должен ее спасать. И отправляясь за ней, мы получаем первую подсказку от Пушкина, что ты не можешь в этом мире сделать ничего, пока тебе не повстречался некоторый мудрый старец, финн. Значит, Руслан уезжает, но только после встречи с некоторым мудрецом у него возникает возможность чего-то достичь. Первая подсказка Пушкина – в этой жизни все происходит благодаря тому, что мудрецы жили на этой земле. Мудрецы, чем отличается мудрец от глупца? У него очень простое отличие, друзья мои. Вот вы сейчас все себя немножко в категорию какую-то отнесите. Либо вы мудрецы, либо глупцы. Я в этом отношении, скорее всего, глупец. Мудрецом быть сложно. Но в чем отличие мудреца от глупца? Оно очень простое. Глупец, он не видит отличия между духовным миром и материальным. Или скажем по-другому. Глупец, он не понимает, что помимо видимого мира существует еще надмирная реальность. Мудрец это понимает, все отличие. Глупец верит только своим глазам, и в этом отношении основное проявление глупца, как бы это ни звучало, это позиция атеистическая. Когда мы видим, человек так явно пытается ее нам донести, мы понимаем, что окей, пускай это будет его. Но если мы возьмем любого художника, если мы возьмем любого творца, то у этого человека тут же возникает некоторый потенциал мудрости вокруг этого художника. Потому что художник понимает, помимо того, что я вижу глазами, существует еще большая реальность, которую я могу только почувствовать, которую материальными глазами, возможно, не увидишь, которую нужно видеть глазами души. А что такое глаза души? Вера это является глаза души, да. То есть можно только почувствовать сердце. И нам Пушкин говорит, для того, чтобы найти ответы в этом мире, вам придется повзаимодействовать с такими уникальными людьми, мудрецами, которые знают, каким образом можно отличать духовное пространство и пространство наше материальное. Это замечательный совет Пушкина, он в этом отношении очень глобален. Переходя к основным символам Руслана Людмилы, у нас не очень много времени, поэтому я буду немножко скакать и прыгать, для того, чтобы успеть поговорить о многих его произведениях. Я хочу сказать о, естественно, Черноморье, о том, кто похищает Людмилу. И тоже удивительная вещь дается, что Руслан способен спасти наш народ, всю нашу Россию, только если он победит какого-то маленького такого человечка, который похищает всех нас с вами. И очень удивительно Руслан его побеждает. Кто-нибудь помнит, как Руслан побеждает с грозного соперника, который взлетает выше неба? Кто-нибудь помнит, как он его победил? Что он сделал? Да, друзья, мы смотрите, да, мы вспоминаем, отрезал бороду. Но давайте подумаем, а что этот символ может означать? Почему Руслан побеждает этого, значит, злодея при помощи именно отрезанной бороды, а не при помощи того, что он его прихлопнул или прибил дубиной? Почему он взял меч, и именно борода убрана у этого? И тут же он становится каким-то маленьким, совершенно немогущным человеком. Что это может означать? Некоторые исследователи, и я склоняюсь к тому, что они правы, иду за ними, говорят, что основной символ бороды, здесь мы переходим, кстати говоря, вот она, да, тоже у меня имеется, небольшая, значит, здесь мы переходим к некоторому пророчеству о будущем России и о том, как вообще должно быть устроено взаимодействие людей в неотдаленном будущем. Пушкин замечательно разбирался в экономике. Я по своему первому образованию тоже экономист, экономическое образование, кандидат наук, долго преподавал. И Пушкин, то есть, когда его читаешь, ты видишь, насколько он в материале, насколько он в теме. Очень красивый символ передает он этой бороде о том, что борода – это не что иное, как судный процент. Судный процент – это процент, по которому каждый из вас берет деньги в долг. Да? Вот существует такой процент, который мы платим тому, кто нам деньги дает. И Пушкин нам говорит, что если мы у этого похитившего человека убираем судный процент, то тогда весь наш народ, люд, милый, освобождается из оков этого, назовем его, негодяя. Что такое убрать судный процент? Если вы подумаете, что это какая-то утопия, и так люди никогда не жили или не будут жить, вы удивитесь, но очень многие восточные страны, в которых основной религией является, значит, мусульманей они являются, то очень во многих этих странах не существует этого процента. Они живут без него. Это такая, знаете, некоторая разработка западной системы координат. Пушкин нам говорит, а существует ли такое время, когда люди способны будут взаимодействовать друг с другом без этого экономического отягощения очень мощного. Потому что, по сути, сейчас банковская сфера, она так или иначе под себя подметает, подминает, подминает все остальное пространство экономическое, и в том числе любое другое, в том числе и культурное. Вот этой метафорой, вторым смысловым рядом, Пушкин нам объясняет, что для того, чтобы пойти вперед и сделать большой шаг России, необходимо предложить какую-то совершенно уникальную новую систему координат. Мы за нами дело не заживее, да, мы в этом отношении, русские люди, всегда готовы предложить. И был предложен на долгое время коммунизм, он был предложен, замечательная система, без как раз так или иначе процентной, да, без этого судного процента. Попытка была это сделана. Но здесь тоже нам Пушкин говорит, вот когда у него волхва или волхвы являются основной категорией людей, которые принимают взвешенные решения в его произведениях, то есть люди с духовным содержанием. Он нам говорит, что без основы, без того, что мы будем понимать, что в основе стоит божественный источник, никакая другая система координат, будь то коммунизм и так далее, она не сработает в долгосрочной перспективе. Пушкин тоже нам это тайным образом говорит. Чтобы идти дальше и переходить от Руслана Людмилы, в двух словах, еще раз подведем ему итог. Руслан, Россия освобождает нас самих от некоторого идеологического захвата западной философии, о том, что мы должны жить по либеральной системе координат, о том, что мы должны жить в капитализме. Я вас, как экономист, уверяю, мы ничего никому не должны. Просто на сегодняшний момент лучшей систем не предложено, и дискуссии об этом почти не ведутся. Но настанет благостная эпоха, когда, я вас уверяю, система общественного устройства будет меняться. И она будет меняться двумя путями. Первое, мы с вами вспомним наше историческое содержание, нашу мифологию. Мы с вами прочитаем звездную книгу Калиды. Мы с вами прочитаем Велесову книгу. Мы прочитаем то, к чему нас обращает Пушкин, говоря о мифологии Руси. Он нас обращает именно к этим истокам. И наступит время экономического процветания России. Это когда мы сможем освободиться от некоторого прозападного захвата нас в виде вот этого удушающего процента, который давит на каждого человека. Руслан и Людмила именно про это. Переходим к другим его произведениям и к второму смысловому ряду. Мы сейчас с вами перейдем плавно к повестям Белкина и переходим к домику в Коломне. Невероятно важное произведение в творчестве Пушкина. 1830 год. Пушкин приезжает к себе в поместье. Происходит карантин. И вы знаете, что он остается там. Чума окружает. Соответственно, Пушкин остается и творит. И он пишет удивительные произведения. Повести Белкина и Домик в Коломне. И в них примерно так происходит, что действуют одни и те же персонажи. Если посмотреть на них внимательно. И каждый персонаж, который действует в этих произведениях, имеет очень серьезную глубину. Это не только персонаж самой повести. Потому что если посмотреть одним взглядом, то мы получим такие непонятные любовные истории, что они означают до конца сообразить сложно. Но если посмотреть на этих персонажей через ту призму, которую я вам сейчас дам, то мы увидим, что все встает на свои места. Значит, призма следующая. За каждым персонажем у Пушкина находится социокультурное явление. Вспоминаем с вами, например, Домик в Коломне. Давайте поднимем руки. Кто-нибудь читал Домик в Коломне? Это вот, мне кажется, должно быть не одного человека. Посмотрим. О, раз, два. Потрясающе. Еще больше, чем Руслан Людмила. О, ничего себе. Неожиданно. В Домике в Коломне, как и во всех остальных произведениях, существуют главные персонажи. Следующие. Значит, в Домике это некоторая дочь, вдовы, параша. В Метеле это будет у нас Машенька. Это Пушкин обозначает женским героем весь русский народ, который проживает там. Вдова, которая очень часто встречается у Пушкина, это некоторая форма правления нашей России. Муж вдовы, в данном случае покойный, который уже был, это некоторая форма элиты, которая уже отживает свои последние года. В Домике в Коломне фекла, служанка в данном случае, которая тоже умирает, это некоторое отображение той системы координат религиозной, которая придерживается наша страна. Мы сейчас с вами будем переходить, чтобы долго и запутанно не говорить о всех произведениях. Я выберу два основных. Значит, это Выстрел будет и Метель, которыми заканчивается, собственно, повесть Белкина. В Метеле, которую мы с вами после моей лекции, мы так удивительно подготовили, я прошу после моей лекции не расходиться, потому что ровно после нее мы с вами послушаем это произведение под названием Метель. Метель – это, на мой вкус, возможно, даже главное произведение всей русской литературы, потому что именно через Метель Пушкин дает матрицу нашего будущего устройства, то, каким образом и куда идет Россия, ровно через это произведение. Нам кажется, что там происходит любовная история с некоторым венчанием-невенчанием, но на самом деле через каждый персонаж Пушкин говорит с нами о том, куда мы идем и что здесь будет на этой земле в ближайшей перспективе. Помните сюжет, если мы говорим уже, вот я Вам в двух словах дам эти архетипы, да, для того, чтобы Вы могли их отслеживать. Но когда Вы будете слушать Метель здесь, господин сам Пушкин будет Вам читать, значит, господин Долгери будет читать Родион, у нас он в пиковой даме играет как раз Пушкина, поэтому я так говорю, что сам Пушкин прочитает Вам это произведение под аккомпанемент Сверидова. Еще раз Ваше внимание, чтобы Вы сопоставляли персонажей правильно. Машенька, которую Вы там увидите, это все мы с Вами, все, кто находится здесь и не только здесь. Владимир Николаевич, молодой человек, который ее охмуряет, ее сводит с ума. Это начитавшись французских романов. Это некоторая, назовем ее, наша либеральная идеологическая интеллигенция, которая пытается нам рассказать о том, что Россия ничем не отличается от Европы, и мы с Вами здесь должны жить так же, как и они там. Это вот такое классическое противостояние между либеральными интеллигентами и теми людьми, которые считают, что у России некоторый свой путь все-таки существует. В этом отношении полковник Бурмин – это никто иной, как кто у нас Бурмин. Это, собственно, тот представитель сильной руки, назовем его так, которому Россия и достается. То есть Россия достается не Владимиру, а все-таки уходит Бурмину. Метель в этом отношении – это тоже имеет понятный смысл. Метель в этом отношении – это ничто иное, как божественное знание и сам Бог, который силой природы и силой метели направляет нас с Вами, народ, Машеньку, в правильные руки. То есть, когда Вы будете слушать произведение Пушкина «Метель», обратите внимание вот на эти вещи, на то, что когда Пушкин говорит о персонажах, он говорит о нас с Вами с точки зрения социокультурных явлений. И Вам тут же текст этого произведения покажется совершенно другим. Вы поймете, что Вы проникаете в тайную глубину замечательной повести Пушкина. Если мы с Вами возьмем выстрел, то здесь мысль еще более красивая. Он идет перед метелью. Если метель – это у нас Бог и божественное знание, которому нам стоит с Вами довериться, Бог лучше нас с Вами знает, как все должно быть. То выстрел, вспоминаем его, там главный герой у нас Сильвио, да, помните, в выстреле. И Сильвио долгое время, больше пяти лет, живет жаждой мести. Он ждет, когда он сможет отомстить своему обидчику. Но Пушкин нам этим произведением говорит. Если Вы помните финальную сцену из замечательного, да, выстрела, то Сильвио приходит мстить графу. Он поднимает пистолет для того, чтобы выпустить пулю. Он ждал, когда граф женится, для того, чтобы граф мог потерять что-то, да, он поднимает пистолет и говорит, смотря ему в глаза, в конце произведения говорит, «Вы знаете, стрелять я не буду». «Вы будете стрелять или нет?» – спрашивает его граф. «Нет. Мне достаточно увидеть страх о Ваших глазах». Дальше звучит фраза, дословно из Пушкина. «Предаю Вас вашей совести». То есть Пушкин нам дает вот такую матрицу. Для того, чтобы нам с Вами перейти в светлое будущее, необходимо сначала, как и Сильвио, а это уникальный герой, потому что в основном герои, если мы сейчас с Вами проговорим про пиковую даму, они не могут отказаться и не могут включить заднюю передачу. Они не могут сказать на своего противника, «Предаю Вас вашей совести». Онегин этого не смог сделать, Герман в пиковой даме не смог этого сделать. Сильвио – уникальный персонаж, который способен простить, а это означает, что после прощения ты способен попасть в метель. То есть Пушкин нам говорит, его второй смысловой ряд нам говорит, сначала каждый из нас должен простить человека, должен отказаться от своего личного эгоизма, и только тогда он сможет попасть в область метели, там, где Бог правит балом, там, где Бог решает, кому что достается и кто что заслужил. Значит, Пушкин дает такую мысль – откажись от эгоизма и верься Богу. Не просто поверь, а верься. Метель решит лучше тебя, что должно быть в твоей жизни. Вот эта связка «Выстрел» и «Метель», которые идут последними в повести Белкина, для России имеет принципиальное значение. Мы пока недооцениваем ни то, ни другое произведение. «Метель» такая вообще редко исполняется в России, а вот мне кажется, что в Новый год, каждый Новый год, когда куранты пробили, была бы неплохая традиция, чтобы музыка сверидова звучала, и мы садились у себя в семьях, и, может быть, даже если не по телевизору, то сами, быть может, читали друг другу это произведение. Потому что именно оно подсознательно настраивает нас на тот лад, которому на самом деле эта земля волей небес и принадлежит. Потому что, конечно же, у нас имеется некоторое свое понимание развития и каким образом нам идти вперед. Два слова про «Пиковую даму». «Пиковая дама» — это то произведение, с которого, собственно, и состоялся наш вход в оперу. Мы сделали «Пиковую даму» уже более четырех лет назад. Мы сделали первую оперу «Променад» или «Иммерсивную оперу», где люди перемещаются по сюжету, и, собственно, при этом живая музыка и артисты сопровождают их. Ничего подобного до сих пор в мире нет. Мы сделали ее пять лет назад, и до сих пор остаемся единственными, кто в этом отношении создал новый жанр и продолжает эти спектакли играть. Так вот, «Пиковая дама». Там, друзья мои, мне хотелось бы вам поделиться. Пушкин в «Пиковой даме» описывает весь наш с вами гениальный мир, описывает в трех красках, в тремя персонажами. В «Пиковой даме» существует три главных персонажа. Давайте вспомним их. Это Лизавета Ивановна, это Герман, и это... Графиня, да? Третий персонаж. При помощи них Пушкин написал три состояния нашего мира. Значит, возьмем первое состояние — Графиня. Графиня — это крайне невежественный персонаж, в том плане, что она всегда живет в прошлом. Если человек всю жизнь живет в прошлом, он вспоминает только о том, как что-то было, то на самом деле он живет в состоянии невежества. Это состояние очень тяжелое для любого человека, состояние лени, апатии, состояние невозможности что-то создавать, состояние, знакомое каждому из нас. Существует второе состояние — состояние страсти. Тоже нам знакомое. Его отображает Герман. Там груды золота лежат, и мне, мне одному они принадлежат. Ну, строчки каждому из нас в душе отвлекаются, да? Мы все с вами страстные люди, так или иначе. Потому что живем в будущем. Значит, Графиня — это прошлое невежество, будущее — это Герман. И существует третье, самое важное состояние в этом мире. Что это за состояние, друзья мои? Третье состояние — состояние благости, состояние настоящего. Дождь идет, не дождь идет, прекрасный день сегодня. Это у нас Елизавета Ивановна, которая говорит уже словами Чайковского, музыкой Чайковского. Она поет нам «О ночь, о ночь», Елизавета Ивановна. То есть она у нас живет в самом, что ни на есть, настоящем. Пушкин в пиковой даме, почему я так сразу за нее ухватился, он создает главное правило искусства. У тебя в произведении должно быть три персонажа, лучше всего, которые описывают все три состояния. Как только художник делает произведение, в котором одно из состояний теряется, присутствует только страсть и только невежество, то тогда художник как будто бы нас немножко обманывает. Потому что мы-то с вами понимаем, благостные люди тоже есть на Земле. И благостный человек, чем можно его описать? Благостного человека очень легко описать вот эту Елизавету Ивановну. Его основные критерии – это милосердие, чистота, правдивость и аскетичность. Благостный человек – их меньше, но они есть. И в этом отношении, если художник не забывает про него, если нам оставляет такого персонажа в произведении, то он честен перед всеми зрителями, перед всеми слушателями и читателями. Пушкин в пиковой даме заводит этот закон. Он делает трех персонажей по трем состояниям нашего мира. Кстати говоря, эти три состояния, вы можете очень легко попробовать с ними поиграть и увидеть, что при этих состояниях можно, при помощи них можно проанализировать любого героя. Это на самом деле, друзья мои, сейчас будет жемчужина. Вот сейчас некоторое внимание вы должны уделить этому моменту. Потому что если вы знаете, что есть три состояния, мы можем взять, например, какого-то любого героя и взять, например, понятие дружбы у этого героя. Давайте подумаем, что такое дружба в невежестве. Люди чаще всего собираются только для того, чтобы вместе, ну скажем так, сообразить в невежестве. В некотором сообразили, и хорошо. Что такое дружба в страсти? Люди собираются и дружат только потому, что когда другого человека что-то надо. Что такое дружба в благости? Это когда мы пытаемся друг другу помочь развиваться. То есть мы можем взять вот эти три состояния и увидеть, что они накладываются на любой процесс. Давайте еще раз посмотрим. По герою возьмем. Герой в невежестве. Кто это такой будет? Ну это любой криминальный герой, который убивает всех. Нам, в принципе, криминальный герой нравится, со стороны на них смотреть привлекательно. Значит, криминал – это невежество. Герой в страсти возьмем. Кто самый известный герой в страсти? Ну, например, не знаю, Остап Бендер, да, это герой, который неудержим, который вечно своей страстью. Такие герои нам тоже очень нравятся. Значит, и привлекают они зрителя. Герой в благости – кто это будет у нас? Это человек, который готов пожертвовать собой во имя чего-то большего. Человек, который служит истине. Человек, который служит любви. И в этом отношении герои благостные – это очень большая редкость для любых произведений. На нашем медийном пространстве благостных героев становится меньше и меньше, потому что о них говорить художественным языком очень тяжело. У благостного героя, у него конфликт между ним и реальностью, он не такой явный. Я вот сейчас делаю оперу «Иоланта». Это последняя опера Чайковского, наверняка вы про такую слышали. Значит, и в этой опере все герои благостные. Почему я вот так мечтаю ее сделать и считаю, что она так важна для современной России? Все герои, пожалуйста, включая саму Иоланту. И вот это произведение нам позволяет говорить, что Чайковский и Пушкин, еще раньше него, нам такие мостики сделали в страну благостных героев, про которых говорить очень сложно, про которых сам художный язык, про них что-то рассуждать не получается. Нету почти конфликтов с окружающей действительностью, и поэтому непросто это происходит делать. То есть Пушкин нам, пиковой дамой, показывает три основных персонажа. Это три состояния нашего мира с вами. Если мы все три состояния описываем в произведении, произведение само по себе наполняется глубиной. Я очень часто хожу на спектакль, где, например, меня встречают только страсть и невежество. Я жду, жду. Вот страстный человек говорит, невежественный человек говорит, любви нет, страстный человек говорит, значит, любовь прошла, да, закончилась. И я жду весь спектакль, когда появится благостный герой, который скажет, что любовь есть, любовь это служение, любовь это основа мира, ее очень мало. И если художник мне такого персонажа не дает, то я чувствую себя, что как будто меня немножко обманули, да. Если я иду в театр, и главный герой, там, например, ну, какой-нибудь маньяк у нас, показывает время, спасибо большое, то получается, мы смотрим спектакль только про невежество. Если мы приходим сейчас домой, включаем фильм ужасов, то получается, мы сами себя заставляем смотреть фильм, где основное состояние, это невежество. Я призываю вас вслед за Пушкиным, призываю вас обращать свое внимание на произведение, где существуют благостные герои. «Пиковая дама» — это, конечно же, мифологическое произведение. Два слова уже заканчиваю, осталось у меня буквально, да, совсем немножко времени. «Пиковая дама» — это миф, который нам тоже, второй его смысловой ряд или его второе дно нам говорят об одном. При помощи «Пиковой дамы» Пушкин разбирается с масонством. Он нам говорит о том, что любая попытка в духовной аристократии, попытка выстроить закрытую духовную составляющую, некоторую сеть, некоторую закрытую систему, где вы должны куда-то тянуться и вам еще тайны должны открывать, что это на самом деле не совсем объективная реальность. Пушкин нам подсказывает, что в нашем с вами мире на самом деле Господь, Он старается поговорить с нами и выглядывает к нам из-за каждого дерева в парке Царицына. То есть не наоборот, мы должны к нему идти через 30 ступеней и добраться в конце, в какую-то финальную дверь. Он нам говорит все немножко по-другому. Наоборот, сюда приходит высшая реальность для того, чтобы искать каждого из нас. Любовный поиск потерянного слуги. Не так, что мы должны стучаться в двери, нас ищут. Нам осталось только повернуться к этому знанию, только открыть свое сердце, и оно будет открыто тут же для вас. «Пиковая дама» — это произведение, которое говорит о том, что если мы поставим здесь на карту материального мира и попробуем здесь чего-то выиграть, то ничего, кроме того, что вам подмигнет пиковая дама, нас не ждет. Это мир, где существуют болезни, мир, где существует старость, мир, где существует смерть. И поэтому в этом мире ставить на карту богатство — это очень и очень глупая на самом деле карта, потому что заканчивается все очень быстро. Герман поставил на эту карту, но он проиграл все, потому что проигрывает каждый, кто поставил на эту карту. Чтобы выиграть в этом мире, нужно ставить на карту искренности, на карту чистого сердца, на карту счастья для сердца каждого из вас, на карту того, что позволяет нам устремляться вверх и, соответственно, немножко отрываться от этой земли. Заканчивая, значит, о Пушкине, еще раз прошу вас обратить внимание, моя, я даже это лекция не назову, я бы назвал это некоторым месседжем. Мой месседж, он был довольно-таки сумбурный, но я пытался поделиться тем, что Пушкин актуален для 21 века, может быть, больше, чем кто-либо. И не только потому, что это волшебный лирик, а потому что та глубина, которую касался он, та мифологичность, которую касался он и которую он доставал через персонажей, через уровень, с которым они взаимодействовали, пока текущим художникам очень далеко до нее. Пушкин наше все не просто так, именно потому что он, как колодец, практически бездонен. И вот эту глубину хочется о ней именно вам и рассказывать. Вы сейчас послушайте произведение, вот у нас уже собираются наши друзья. Еще раз обращаю ваше внимание. Метель. Матрица устройства всей России. Обратите внимание. Помимо красоты метели, надеюсь, вы почувствуете что-то, что отзовется в вашем сердце и вы почувствуете, что Пушкин говорит именно об этом. Читайте его. Возвращайтесь к нему. Почитайте, пожалуйста, сегодня придя домой Руслан Людмила. Может быть, кто-то захочет выучить ее наизусть, как я мечтаю это сделать, но пока мне это еще не дошел до конца. Но учу. Потрясающее произведение. Посмотрите, куда Пушкин нас толкает с точки зрения нашей мифологии. Подумайте о том, что такое вообще русская мифология, друзья мои, потому что этот самый важный момент от нас ускользает. И эта вся глубина позволит вам в современном мире по-другому посмотреть и на него, и на Пушкина в том числе. Спасибо всем за внимание. На вопросы отвечу дополнительно. Спасибо. Низкие поболосы. Спасибо. 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 Продолжение следует...